здравствуйте уважаемые коллеги с вами алена никифорова и канал супер школа вязания алена никифорова я сегодня хочу вам показать простой но очень красивый узорчик который называется польская резинка сразу скажу что в качестве резинки которая может быть отдастка полотна которая стягивает изделие по контуру эту резиночку вряд ли можно использовать но если вы вяжете свитерок который вы хотите чтобы был свободный например по бедрам или со свободными рукавами внизу то такую резинку можно использовать для отделки она как раз таки не будет стягивать ваше полотно но этот узор с большим удовольствием мастерицы используют и как самостоятельный узор для вязания свитеров шапок шарфов кардиганов топов и сложно в этом узоре нет абсолютно ничего но как показывает опыт все-таки некоторые новички умудряются в нем запутаться поэтому я сегодня покажу вам как провязывается этот узор раппорт его состоит из четырех петель и двух рядов вот такой простой узор и немножечко расскажу о нем логически чтобы никогда ни у кого не было путаницы и я сделала небольшую подборочку которую ведь видите сейчас на экране это изделие из интернета связанные польской резинкой видите как хорошо симпатично все получается а вяжется все очень очень просто и давайте сразу приступим к вязанию чтобы вы поскорее могли связать образец и начинать вязать свою обновку прежде чем начнем вязание я хочу напомнить вам дорогие мои друзья что все схемы тех узоров которые я разбираю на своем канале доступны спонсором второго уровня чтобы стать спонсором нажмите кнопочку под видео кнопочка называется спонсировать и там можете выбрать уровень спонсорства так вот начиная со второго и всем последующим уровнем спонсором доступны все схемы полностью и вы легко сможете сохранить эти схемы на компьютере или распечатать и затем уже вязать так как вам удобно ну а я показываю вам схему по частям и думаю что легко будет разобраться у меня в руках образец который я вязала польской резинкой для того чтобы сделать расчеты для летнего топа джевелина этот топ мы сейчас вяжем на совместнике вы тоже можете присоединиться к совместнику став спонсором канала 3 уровня уровень спонсорства называется совместное вязание переходите по кнопочке там вы увидите все условия участия какие обозначения я использую схеме этого узора вертикальная черточка это лицевая петля горизонтальная черточка это изнаночная петля и крестик это петля платочной вязки что такое петля платочной вязки это когда при поворотном вязании вы эту петлю всегда провязывайте лицевой а если вы вяжете по кругу то вы чередуете например в нечетных рядах вы вяжете ее лицевой а в четных рядах вяжете изнаночной так отличается вязание поворотное отвязание по кругу не сложно разобраться итак начинаем кромочную снимаем лицевая петля платочной вязки у меня сейчас лицевая сторона и я провязываю лицевой далее изнаночная следующий раппорт лицевая петля платочной вязки лицевая изнаночная и петля платочной вязки лицевая далее мы повторяем и можем уже обратить внимание что мы будем повторять такую закономерность если мы платочную петлю провязываем лицевой по лицевой стороне то мы так и будем вязать 3 лицевых 1 2 3 изнаночная 3 лицевых 1 2 3 снова изнаночная давайте попробуем так провязать довязываем 2 лицевых теперь вяжем изнаночная пересмотрите 3 лицевых а над изнаночной изнаночная 3 лицевых и у меня закончен ряд кромочная поворачиваем вязание и будем вязать второй ряд это у нас будет изнаночный ряд схемы читаем слева направо и смотрим что у нас получается кромочную снимаем петля платочной вязки лицевая теперь у нас изнаночная так как мы вяжем изнаночный ряд поворотным вязанием то мы схему читаем зеркально если здесь у нас лицевая значит у нас по изнанке будет изнаночная петля мы и провязали дальше петля платочной вязки лицевая далее здесь у нас на схеме изнаночная а мы зеркально читаем изнаночные вяжем лицевая дальше петля платочной вязки лицевая изнаночная и теперь мы снова можем заметить что у нас в изнаночном ряду тоже получается 3 лицевые изнаночная 3 лицевые над изнаночной изнаночная 3 лицевые над изнаночной изнаночная 3 лицевые над изнаночной изнаночной и кромочная все вот мы с вами провязали раппорт узора 2 ряда далее снова возвращаемся к первому ряду и продолжаем вязание вот такая красивая вязочка получается но спешу вас предупредить что на каждой пряжи будет этот узор смотреться иначе у меня пряжа стрейчевая и поэтому она очень хорошо держит эту резинку и резинка получается вот такая выпуклая как рубчик поэтому я всегда рекомендую попробовать узор на своей пряжи с которой вы собрались вязать и посмотреть как будет ложиться на некоторые пряжи которая плохо держит узоры она может стать плоской но тем не менее но тем не менее все равно будет очень красиво смотреться вот я сейчас растянула как когда она плоская вот красиво смотреться мне очень нравится этот узорчик очень вам его рекомендую вяжите пробуйте и присылайте фотографии готовых ваших работ желаю вам легких петелек красивых узоров замечательных авторских обновок до скорой встречи искренне ваша алена никифорова пока пока